Этот маленький, но очень ухоженный деревянный домик находится на улице Песочная. Когда-то здесь жил лесник, затем бабушка хозяйки, а потом и мама. Члены комиссии просят показать им двор и попадают в настоящий оазис. Клумбы, теплицы, дорожка – все выдержано, как говорится, в одном стиле. Заняться таким хобби супруги Храповой решили после выхода на заслуженный отдых. Мы начинаем очень рано, когда вот обычно после Пасхи. Когда Пасха проходит, как бы праздники религиозные, мы придерживаемся. И потом мы начинаем постепенно обрабатывать землю. Конечно, нужно очень много времени, но когда любишь что-то, допустим, человек любит читать книги, он всегда находит время. Я люблю книги, само собой, люблю землю, люблю очень выращивать цветы. Никогда не пройду мимо, если какая-то клумба или какой-то другой дом. Я всегда посмотрю, погляжу, что-то там спрошу. Мне хочется, чтобы у меня было еще красивее. А теперь о номинациях. Их всего три. Лучший дом, лучшая улица и председатель уличного комитета. По условиям конкурса на доме должна быть табличка с названием улицы и номером, трава перед забором окошена. Приветствуются и цветники. Лучшая улица. Мы также смотрим, чтобы не было строительного мусора на улице, чтобы трава была обязательно окошена. Идем в следующий двор и вновь красота. Стиль больше напоминает барокко. Здесь и качели, фонтан. Все это прекрасно вписывается в дизайн многолетних цветов и деревьев. А еще большой новостройки, который, кстати, с недавнего времени по просьбе жителей также имеет право участвовать в конкурсе. Иногда клянешь это все, думаешь, закатать бы все в асфальт. Но, с другой стороны, это невозможно, конечно, сделать. Все равно возвращаешься к тому, что делаешь, делаешь, что ты делаешь. Но потом это радует. Не забыли члены комиссии присоединенные территории – деревня Демихова. В этом частном доме внимание привлек огромный клематис. Остальными цветами и урожаем хозяйка тоже не прочь похвастать. Говорит, супругом живут здесь с 2010 года. Ну, нравится нам это просто. Получаем удовольствие от этого. Зимой думаю уже о том, как я буду сеять, что буду куда сажать. Планирую рассаду начинаю где-то сеять с января месяца. Ну, в общем, у меня чистого времени на отдых уходит где-то месяца два. Вот с ноября по январь, так, чтобы я вот отдыхала. А так рассадой, семенами, все это мысли, думы. Ну, нравится. Просто душой отдыхаем. На протяжении 14 лет я участвую в комиссии. И у нас ни разу не повторилось ни улица, ни дом. Потому что частный сектор у нас около 5000 домов. И он разрастается. И люди свои старые дома реставрируют. Кто-то строит новые заново. И поэтому каждый день, вот как жизнь сама меняется, то же самое и дома частные меняются и преображаются. Итоги конкурса подведут на празднование дня города Орехово-Зуево.